Перекресток 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 за это взяться во-первых я сам из опекаемой семьи и я не вижу никаких проблем в самореализации нету никаких ярлыков ну конечно я старался об этом никогда нигде не разглашать но проблем никаких не вижу то есть если ты кем-то хочешь стать абсолютно в любой сфере не важно там политик ты или там кинорежиссер или еще кто-то самое главное это зависит от себя и там некоторые ребята они уже ну честно зная пускают руки потому что вот они вот такие вот без родителей и исходя из этого у них складывается вот судьба не совсем благополучно я решил нестандартный подход проявить создали когда с экспертами эксперты были очень серьезные это было на форуме и волга этим летом до защищали свой проект да расскажите пожалуйста вы хотите получается помочь детям сиротам в адаптации в обществе как это будет происходить как будет реализовываться ваш проект ну мой проект будет состоять из трех этапов основной этап это будет обучение обучение по нескольким направлениям это будет общение живой диалог так сказать но не факт не формальные такие встречи тоже у нас будут и где я буду делиться своим опытом где будут именно эксперты в этой сфере приходите их обучать также у нас они у меня будут заниматься и ну как парусный спорт я выбрал потому что им занимался работал тренером но суть даже не то что в парусном спорте а именно закалил них характер такой есть потому что хороший опыт я когда занимался парусным спортом в леновской области там они работали с детским домом там занимались у них сироты и ребята до сих пор общаемся очень я считаю успешными стали вот и третьим этапом но это уже для тех кто лучше всех выделиться у нас самый лучший участник нашего проекта это то есть ну из детдом один молодой человек или там девушка и вас воспитательница они поэт санкт-петербург у нас на экскурсию это так сказать бонус за старание за то что они проезжают желание к проекту но это конечно зависит от ребят зависит ну конечно от меня как я их замотивирую но к этому проект на я думаю им будет очень интересно также мы будем вести видеоблог проекта то есть мы в начале проекта у ребята на видео возьмем видео интервью где спросим их цели задачи на жизнь планы что-то они сами себе расскажут и в конце нашего проекта мы тоже сделаем этот видеоблог видео интервью проанализируем также там будут специально специалисты социологи с ними работать мы проанализируем всю эту ситуацию и посмотрим насколько был эффективен наш проект вот ну я уверен просто я бы за это не взялся никогда я уверен что мой проект даст хорошие результаты как минимум если даже хотя бы один человек что-то изменится в лучшее он в итоге там станет у него будет семья там будет хорошая жизнь значит мой проект был не зря проект который стал одним из победителей форма и волга и который представляет юрий кислов управление семьи опеки попечительства считает очень актуальным своевременным почему но один из самых критических моментов в жизни детей сирота детей оставшихся без попечения родителей является переход из-под опеки государства к самостоятельной жизни когда им впервые придется организовать свое жизненное пространство выстроить свою жизненную линию к сожалению анализ жизнеустройства таких ребят показывает что далеко не все готовы к этому несмотря на то что проводится огромная работа в настоящее время хочется отметить что в государстве госучреждениях у нас находится более 80 ребят это очень по сравнению с 19 года небольшое количество значительно снизилась но в то же время половина практически из этих ребят это ребята среднего школьного и подросткового возраста то есть буквально те ребята которые завтра должны сделать первый шаг в самостоятельную жизнь и поэтому очень важно подготовиться чтобы этот шаг был смелый уверенный и для этого центр помощи детям оставшиеся без попечения родителей искра проводится конечно огромная работа реализуется целый ряд программ когда ребята учатся буквально сами стирать готовить обустраивать свою там жизнь комнату где они проживают строят свой ежедневный график учатся тратить деньги распределять эти средства конечно пока еще виртуальные но так или иначе и потом когда они заканчивают 9 класс и переходит уже на обучение средне специальные заведения к сожалению не все вспоминают ту программу которую проходили и здесь очень важно по моему помощь какого-то человека ну как скажем штурман чтобы у каждого ребенка было следит а ребенок воспитывается в семье соответственно это родители братья сестры бабушки дедушки а у этих детях зачастую нет абсолютно никого то есть они одиноки и важно здесь им помочь то есть как вот мы решаем эту проблему во первых за счет того что каждый ребенок получает свой патронат на воспитатель который тоже помогает им организовывать свой день трату денег и обучение так далее на базе центра искра у нас создана служба постинтернатного сопровождения где если у такого ребенка возникает сложная жизненная ситуация могут обратиться и получить любую помощь и восстановление документов и решение каких-то психологических ситуаций связанных с общением со сверстниками ну там широкий спектр услуг который предоставляет эта служба кроме того на базе центра еще у нас реализуется проект наставника когда его инициатором стал основатель группы омонт растислав хугаев у него пять ребят которым для которых он является штурманом мы надеемся что вот этот проект станет эффективным дополнением той большой работы который у нас проводится в городе по сопровождению таких ребят по смягчению переходов к их самостоятельной жизни по социальной адаптации выстраивание отношений со сверстниками образовательных организациях мы надеемся что мы выступим партнерами наша работа будет скоординированная и мы вместе добьемся значительных успехов и наши ребята ничем не будут отличаться от тех которые выросли в полноценных семьях ваш проект будет реализовываться на базе детского дома дарского коррекционного вы наверное уже обговорили все с руководством как там вообще восприняли вашу идею что говорят педагоги дети может быть уже о нем слышали что они говорят ну да мы с ними встречались мы с ними проводили круглый стол с руководством с директором они восприняли это положительно они очень удивились что вот взялся за такую проблему они это принимают ну как никто актуальность этой проблемы они согласились со мной и директор так настроен позитивно готов полностью там к диалогу в любой помощи то есть я увидел мы так когда посидели почувствовали уже себя одной командой так что я думаю все будет хорошо с этим будем корректировать тоже программу потому что нам самое главное чтобы был от этого смысл был выхлоп ребята чему-то научились было полезно и возможно мы будем спрашивать то что им интересно потому что возможно они там чего-то не знает но хотят это узнать есть желание естественно мы тоже будем корректировать это все и эксперты в том числе вы сказали про занятие парусным спортом это понятно это больше к хобби относится а вот что-то такое жизненное чему вы готовы научиться ребят к чему вы их подготовите после после выпуска из детского дома ну во первых очень сильно я их подготовлю в правовой грамотности какие у них есть возможности которые многие ребята абсолютно не используют возможности много я вот когда учился в институте у меня там была хорошая стипендия ну мало того что я там учился ну как старался без стройк учиться и плюс еще там социальные стипендии которые мне позволяли не работать которые мне позволяли ну конечно старался подработать но в основную основную работу я не вел как бы после института я позволял себе учиться спокойно там посещать различные форумы заниматься образованием вот то есть в правовой сфере я почему к этому клоню потому что сейчас вот даже вот мы все заранее тут общались с детским домом руководством малый процент поступления вузы хотя у такой категории детей конкурс ой то есть льгота вне конкурса в любой вуз страны абсолютно хоть москва петербург самара там сызра ну неважно вот еще у меня есть я занимался бизнесом несколько было видов бизнеса у нас там будет тоже предпринимательское направление то есть те ребята которые видят себя в бизнесе хотят самостоятельно зарабатывать обязательно там мы поможем научим если там кто-то себя видит или чиновником или еще там техником тоже будем с этим в плане работать то есть так сказать по интересам обязательно разделимся будет интересно абсолютно им всем то есть без интереса не останутся а если ребята начнут ну это же сложная категория мы с вами прекрасно это понимаем и к таким ситуациям тоже готовы и вот таким ребятам которым будет ничего не интересно мы их заинтересуем обязательно скольких человек а вот вы планируете охватить этим проектом там сейчас около 60 человек детдоме как мне поступила такая информация есть там еще которые ребята учатся в колледжах вузах они просто сейчас живут не в детдоме а там общежитиях ну мы планируем не менее 50 человек привлечь то есть там потому что детдоме живут разный возраст вот у нас проект просто рассчитан от 14 до 18 лет именно с этой категории поработать потому что распыляться не стоит именно вот такие предвыпускные это либо перед колледжем либо перед институтом вот с такими ребятами поработать также вот нам сказали что пригласят с техникум с вузов тоже ребята выпускников детдомов ну возможно будет больше мы рассчитываем что минимум 50 человек точно точно будет участвовать в проекте а там как время покажет а кто кроме вас будет работать с ребятами есть у вас команда ну как команда как бы есть есть там ребят но это в основном из израни из самары есть там еще из пенза тоже эксперт ну как бы эксперт это такое широкое понятие вот жизнь то чем эти люди занимаются ну абсолютно есть допустим там мы ездят да конечно это общественная деятельность есть депутат есть действует действующий юрий юристом который очень очень давно занимается есть медики там как бы абсолютно разная сфера приезжать будут даже из других городов да 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 это обязательно обязательно ну я сам старался тщательно подходить потому что я тоже уже несколько лет ездил по форуму и всегда как бы себе уже откладываю как если вижу хорошего эксперта я сразу завожу с ним контакты и и говорю если вдруг у нас какой-то будет проектом в нашем городе то мы вас ждем ну естественно мы сразу обговариваем есть ли такая возможность приехать нет и те люди которые говорят да в основном они соглашаются то игры да без проблем мы приедем и так как-то начинать сообщению если среди них люди которые сами являются вот воспитанниками бывшими детских домов могут показать такой наглядный пример только я должен быть результат то есть обязательно ну конечно ну как сказать ребята я не вот скажи пришел герои сразу все переломил и все вот изменилось однозначно такого не будет сразу но я уверен что будет позитивный опыт с которым будем делиться возможно если после проекта все пройдет хорошо в планах провести в сызрани вообще большую всероссийскую конференцию по проблемам детей-сирот но это вот я вам так делюсь секретами то есть официально пока мы нигде это не обозначали но если все пройдет хорошо если в плане проекта все пройдет хорошо будем уже работать на насчет этого насчет такой конференции и там уже как-то приходить ну как сказать к общему диалогу потому что действительно что-то еще менять вот и вот мы хотим тоже когда вот у нас поедет самый лучший участник проекта мы видим так мы будем тоже поедет в санкт-петербург да да будем выбирать такого яркого человека чтобы он приехал зарядилась какой-то новой вот энергии и других тоже как бы сказать подтянул вот но это тоже сложно конечно будет выбирать если вот 50 человек участвует а вдруг они все хорошие да сложный будет выбор но я новый воспитатель тоже переживали сказал ну что куда деваться нужно выбирать когда-то я говорю чтобы на вас ребята не обижались прямое решение себя если будет только горчат спускай это будет буду я потому что им там дальше работать вот ну как как-то так и сиротство вообще вот самый главный еще для меня ярлык этот вот снять вот ярлык который вот повесили что если это сирота значит как-то образ жизни какой-то разгильдяйничать там что-то еще какой-то нет не было такого потому что когда допустим где узнают каких-то органах приходится мне сообщать что вот я так у нас такой-то категории ну часто удивляются увидеть меня там вот да допустим даже вот в пиджаке и типа мы не подумали бы никогда нагуля какая разница ну очень очень сложно менять мнение в обществе да ну хочется и вы знаете ну если сидеть вот критиковать да мы просили вот такой ярлык ярлык что ждать вот сам сам что могу то и делаю с допустим я умел хорошо работать со сварочным аппаратом я бы вот что-нибудь да варил но я вот знаю в этой сфере имею опыт я решил применить себя здесь вот давайте еще раз обозначим вот рамки или границы этого проекта когда он стартует и когда он заканчивается стартует он у нас сегодня в эти дни да то есть вот на этой неделе он стартует и он будет продолжаться до мая до до первого мая ну после поездки в петербург у нас вот есть там участник проекта мы еще раз уже окончательно соберемся все на базе также детского дома подведем итоги у нас не будет ну мероприятие будет не только на базе скудом будет еще выездные но в конце мы соберемся в базе детского дома будем подводить итоги и уже и ребята сами скажут и воспитатели я сам реально то есть адекватно снял установку насколько там помог проект не помог почему сейчас и сегодня жители сызра не должны узнать о вашем проекте почему мы об этом сегодня говорим и рассказываем да ну почему жители у нас должны знать ну во первых вот может быть они уже уже сейчас услышат если у меня есть такая возможность обратиться к жителям я вас прошу не вешать никакие ярлыки вообще не то что на категории сирота вообще ни на что зачем нужно ешьте ярлыки всегда все абсолютно люди разные салют абсолютно во вторых этот проект значимый его возможно если кто-то кого-то заинтересоваться проект если он чувствует что он может помочь а я уверен что есть такие ребята тоже также успешны просто они об этом не заявили мы рады сотрудничеству нас можно там найти в контакте наш проект найти в интернете в любое время пишите меня зовут там юрий кислов можно найти в контакте я всегда отвечу прицель присоединяйте нас летом когда будет наш проект именно связан когда уже будет спортом спорта потому что зима все люди могут вообще все желающие прийти посмотреть потому что интересно тоже будет работа в районе там пляжа дэо потом мы будем проводить соревнования между этими ребятами именно с теми которыми мы работаем так что ну есть даже если кому-то просто это не интересно но хочется что-то другого в другом формате приходите смотрите у нас будет соревнование там на яхтах все красиво вот ну в принципе как бы я наверное проекте рассказал все вот юрий мы желаем вам успехов во всех ваших начинаниях с удовольствием будем следить за проектом молодежь right now и надеемся что он обязательно найдет продолжение в будущем спасибо вам спасибо вам большое за внимание за то что пригласили и мы мы всегда всем рады вот так вот скажу на этом наша программа подошла к концу я напоминаю что это была программа перекресток всего вам доброго и до встречи